Сейчас господин Бухрот, просьба коротко, чтобы мы успели во время. Потом Левчак, господин Матвеев и заключительное выступление Мирослава Митрофанова. Пожалуйста, три минуты. Здравствуйте. Я очень благодарен тем людям, которые организовали и провели этот конгресс. Тем, кто не согласен с этим, могут свой конгресс провести. Проведено очень важное мероприятие. Но очень важно в таких случаях говорить о Боге и его воле. Бог по голове всего мира. Мир от Бога. Человек от Бога. Закон от Бога, а не людей придумывая. Жить по заповедям Бога. Бог на сотни лет наперед знает, что будет. И то, что касается происходящего сейчас в Латвии, он об этом тоже знал давно. От Бога никто никогда ничего не скрывает. Только православие – путь к Богу. Ну и, соответственно, в этой связи очень важно, чтобы руководство Латвии было православным. Иначе ничего хорошего не будет. В этой же связи я вам хочу показать три книги. Вот одна книга, написанная Лиднео, «Венеты, славяне и Русь». А он академик, и он написал хорошую книгу. Вот, и он уже отошел в мир иной. Вот он, в частности, так выглядел. И, в сущности, эти земли даже все время населяли «Венеты». И по этой причине и славяне могут сказать тоже, что это земли их. И, соответственно, право на гражданство имеют полное имя. И потом о смысле и цели человеческой жизни. Архимандрит Георгий Капсанис, по его проповеди, мы издана хорошая книжечка, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот этот смысл и цель человеческой жизни. Ну и здесь же даже еще одна сатанная часть – обожение как цель человеческой жизни. Это действительно так. Ну и то, что касается руководителя, допустим, такого государства, как Латвия, то я купил книжечку и прочитал. «Святые князи Александрия», Александр Невский. Моли Бога о нас. Я желаю вам такой книжечки. Всего хорошего. Желаю вам добрых успехов. Спасибо. Спасибо.